Всем привет! С вами Нахама Синвани. Сегодня записываю для вас, наверное, один из самых интереснейших роликов. Что же ждет нас в 2022 году? Во-первых, следующий год начнется очень креативным. Мы почувствуем неопределенное облегчение, мы почувствуем возможность реализовать свои идеи с необычным подходом. Мы почувствуем большую волну любви, влюбленности, поэтому начало года очень будет хорошо для начала новых отношений. Если вы уже находитесь в отношениях, то эти первые три месяца позволят вам укрепить ваши отношения, подумать о каких-то романтических путешествиях, о каком-то прекрасном времяпровождении вместе. Также вот этот порыв креативности поможет вам увидеть, в какую сторону направлять ваши идеи, как начинать их в первую очередь представлять. Это еще не время, чтобы делать и действовать. Это больше время о том, чтобы задуматься, как начать создавать эти идеи, где вы можете их сделать совместно с командой. Общая картина всего этого года несет с собой сдвиг в нашем сознании. Для каждого из нас в этом году будет возможность проявиться еще больше, обратить внимание на кто находится вокруг нас, обратить внимание на то, как мы взаимодействуем с людьми. Больше внимания на то, что каждый человек, который находится вокруг нас, он имеет важную часть нашей жизни. Мы можем делать что-то одни, мы можем пытаться создавать что-то в одиночку, но успех, удача и результаты придут только, если мы начнем работать вместе с другими. И особенно в этом году обратить внимание на те, которые кажутся слабее нас. Потому что, может быть, они недостаточно верить в себя, может быть, у них не так получается. К середине года, пик этого года, мы почувствуем больше напряжения. Особенно в России будет определенное напряжение, непонятие, будет сложно договориться один с другим. Это будет продолжаться примерно с середины июля до сентября, до октября. Поэтому это не время для принятия, важных решений в нашей жизни, а быть более спокойными, более терпеливыми, продолжать делать то, что мы начнем в начале года. Интересно то, что обычно многие из нас в январе берут длинные отпуска, уезжают, чтобы наконец-то отдохнуть, потому что многие из нас в декабре работают очень тяжело. Я тоже, как астролог, могу поделиться с вами, что в декабре, последний месяц, вдруг все вспомнили, что обязательно нужно сделать карты перед Новым Годом. Поэтому хочется в январе отдохнуть. Отдохните себе недельку, максимум полтора. Эти три месяца, они очень важны в вашем развитии в этом году. Как вы начнете этот год, как вы позволите себе проявить ваши мысли, проявить ваши идеи, определит, как будет выглядеть ваш год. Первая половина года будет более благоприятная, вторая половина будет более напряженная. Во второй половине мы все почувствуем о том, что нам нужно доказывать себя, нам нужно доказывать свои идеи, нам нужно постоять за свои идеи. На самом деле нам не нужно будет это делать, если в первую половину года мы научимся работать со всеми. Сатурн, который второй год находится в знаке Водолея, это про людей. Это про то, что вселенная толкает нас всех учиться работать вместе. Не важно, какой у тебя статус, не важно, какой у тебя опыт. Даже школьник иногда может подсказать решение какой-то задачи, которая будет эффективнее, быстрее и приятнее для всех. Поэтому первая половина года учиться учиться работать со всеми, учиться видеть человека с его самими позитивными качествами, возможностями и быть очень терпеливыми к другим. Особенно для тех из нас, которые огненные знаки, которые обычно очень нетерпеливые, когда это касается реализации какой-то задачи. Потому что для огненных знаков иногда проще сделать самому, чем быть более терпеливым к другому. Но в том-то и есть красота, что креативность в создании какой-то одной картины каждый вносит в свои краски. Каждый работает своим темпом, но конечный результат, он прекрасен. Позвольте своим идеям, своей креативности раскрыться. И чем больше вы работаете вместе, тем больше она раскрывается. В середине апреля будет пик этой энергии, где планета Юпитер, планета расширения, которая находится в сострадательном знаке, бескорыстной любви рыбах, соединиться с планетой Нептун. Планета Нептун — это про духовное развитие. Поэтому если вы еще не нашли опору в какой-то духовной практике, это самое время для того, чтобы четко понимать, как ваши цели приведут вас к глобальному изменению. Как говорится, если ты хочешь заменить мир, начни с себя. Это говорит о том, что мы все можем поменять мир, когда мы будем больше отвечать за то, как мы себя ведем. Потом планета Юпитер с Майя переходит в Овен, и вот тут нарастает напряжение. Потому что тут нам захочется немного выскакивать вперед, доказывать себя, доказывать свои идеи. И примерно до сентября будет такое состояние, где нам хочется бежать вперед, нам хочется уже показать, что мы имеем, что мы делаем, и что мы уже сделали. В этот период будьте более терпеливы. Это еще не время показывать результаты. Просто продолжайте работать и полагайтесь именно на тот внутренний стержень, который опирается на ваши духовные практики. Медитации, молитвы, мантры, что бы то ни было. У каждого из вас должно быть что-то свое, которое помогает вам сбалансироваться. И потом уже в сентябре оставшее время года, это на самом деле будет возможность подытожить, как мы научились взаимодействовать с людьми. Потому что, если мы были терпеливы вот этой средней части года, то в третьей части года, после сентября до января 2023 года, мы сможем начинать уже собирать плоды наших действий. Это вкратце о том, какие процессы будут происходить в этом году, а подробнее уже поговорим про каждого знака в отдельности. Что ждет близнецов в этом году? Черная луна, которая олицетворяет наши страхи, также кармические страхи, прибывает в знаке близнецов. Поэтому она показывает вам все ваши ограничения, ваши способности. И это хорошее время именно в начале года проконсультироваться с духовным учителем для того, чтобы понять, где скрывается ваше настоящее Я, ваши настоящие идеи. А потому как управитель вашего знака Меркурии будет находиться в этом году три раза в ретроградном движении в знаке воздуха. Во время этого периода, особенно для вас близнецов, очень важно пересмотреть ваши мотивы. Правильно ли вы нацелились? Правильно ли вы выбрали движение вперед к реализации ваших желаний, ваших задач, ваших проектов? Первая половина этого года, как минимум до апреля, может создать некоторые финансовые вызовы. Вы почувствуете, что очень много есть задач, вы почувствуете, что вы очень много работаете, что вы пытаетесь убежать впереди поезда. Поэтому стоит обратиться к духовному учителю для того, чтобы понять, какой духовный путь поможет вам почувствовать больше внутреннего стержня, чтобы научиться использовать ту информацию, которая именно мудрость, которая будет вам помогать. Может быть даже хорошее время обратиться к эксперту, с которым вы можете посоветоваться на тему, какую область жизни выбрать, какое направление для того, чтобы во второй половине этого года вы смогли пойти изучать что-то поглубже, развивать эти навыки, дополнительные возможности, дополнительные какие-то инструменты, когда вы знаете четко, что вот это то, чем я хочу заняться, и что действительно здесь у меня может получиться лучше, и это на самом деле будет ключом не только к повышению уровня вашей жизни, а также ключом в том, что вы почувствуете больше уверенности в себе и в своих возможностях. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова